Грузия, инициатива по повышению минимальной зарплаты воспринимается в штыки, Eurasianet. США Джошуа Кучера Eurasianet, США 12 сентября 2019 года Экономика Грузии значительно выросла за последние 20 лет, с ВВП в размере менее 3 миллиардов долларов в 1999 году до примерно 20 миллиардов долларов, в нынешнем. Однако за все эти годы минимальная заработная плата в стране оставалась неизменной – 20 лари в месяц, около 7 долларов. Это самый низкий показатель в бывшем СССР. Один из парламентариев, поддерживаемый профсоюзами, предлагает ввести минимальный прожиточный размер заработной платы в Грузии. Но, учитывая сложившуюся политическую конъюнктуру, когда идея неограниченного, свободного рынка стала темой политического консенсуса, сторонники этой инициативы считают, что воплотить ее в жизнь будет делом непростым. Депутат парламента Бека Нацвлишвили готовит законопроект, предусматривающий увеличение минимальной заработной платы в Грузии до 400 лари, после уплаты налогов. Его сотрудники посчитали и вывели минимальную сумму, необходимую для проживания в Грузии, примерно 390 лари в месяц. Документ будет вынесен на обсуждение в рамках парламентской сессии этой осенью. Это значительно выше официального прожиточного минимума, который по состоянию на июль был установлен на уровне 187 лари на одного человека. Но официальные данные вызывают у местных жителей лишь смех. Сторонники повышения минимальной заработной платы утверждают, что эта статистика основана на устаревшей методологии, и приводят в пример тот факт, что в ней учитывается сумма, на которую умелый покупатель, поторговавшись, может сбить цену на продукты и питание на рынке. Но теперь у нас супермаркеты, где цены фиксированы, сказал Нацвлешвили. В случае принятия законопроекта заработная плата может существенно вырасти, хотя официальная статистика не уточняет, сколько именно людей зарабатывает до 400 лари в месяц. Она показывает, что около 28% рабочей силы страны получают меньше 500 лари в месяц, и что средняя заработная плата у данной группы составляет 280 лари. Однако введение минимальной заработной платы противоречит политике по поддержке бизнеса, предусматривающей устранение всевозможных ограничений и требований, которую Грузия реализует в течение последних двух десятилетий. Официальный сайт, привлекающий инвестиции в Грузию, подчеркивает отсутствие минимальной заработной платы в стране как конкурентное преимущество. Противники повышения заработной платы утверждают, что нововведение приведет к увеличению расходов для работодателей, и предупреждают, что это, в свою очередь, может привести к росту безработицы или к тому, что предприниматели начнут нанимать сотрудников неофициально. «Я не поддерживаю минимальную заработную плату как в Грузии, так и в любой стране. Даже самую маленькую», – сказал Алексей Алексишвили, экс-министр финансов Грузии, с 2005 по 2007 годы, в настоящее время возглавляющий занимающуюся бизнес-консалтингом организацию «Поличи антимонагемент Чонсультинг Грауп». «Мы должны поддерживать как можно более простую и надежную бизнес-среду», – сказал Алексей Швили. «Целью исследования было правительство», – сказал Феликс Хетт, директор ФЕС по Южному Кавказу. «Мы убеждены, что это не нанесет вреда, не обременит бюджет, не сократит рабочие места, это повысит благосостояние населения». Нацвлишвили пока не внес законопроект, он планирует сделать это в текущем месяце, и обширных политических дискуссий по данному вопросу еще не было. Но, по его словам, он ожидает решительное сопротивление со стороны как правящей партии «Грузинская мечта», которую он по идеологическим причинам покинул в начале этого года, так и оппозиции, возглавляемой правящим в прошлом Единым национальным движением, Янт. «Янт действительно верила в эту неолиберальную идеологию», – сказал он. «Но это правительство, во главе с грузинской мечтой, просто нелиберально по умолчанию, они не думают об этом и ничего не меняют». В целях обойти этот политический консенсус, сторонники минимальной заработной платы пытаются заручить сообщественной поддержкой. Несколько профсоюзов, в том числе представляющих сотрудников метрополитена, телекомпаний и социальных работников, собирают подписи в поддержку этой инициативы. На сегодняшний день собраны около 6 тысяч подписей. Цель – от 20 до 40 тысяч, рассказал Сопа Джапаридзе, глава независимой профсоюзной организации «Солидарность», которая также участвует в продвижении идеи. «Все хотят этого», – сказал Джапаридзе, «люди говорят нам, что, минимальная заработная плата, должна быть еще выше». Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.